Всем привет! Сегодня мы будем говорить про performance tuning на стороне SQL сервера. Тут собраны общие рекомендации, которые вы в принципе можете услышать на любой большой конференции или в статьях любого классного эксперта или SQL гуру. Мы пробежимся по многим нюансам. И также будут дополнительные ссылочки для тех, кто хочет более углубиться в конкретных темах или разобраться в нюансах. Начнем с того, что сам performance tuning может быть бесконечным. То есть у вас будет эволюционировать ваша база данных, наполняться, что-то может изменяться, добавляться туда. И тут важно учитывать основные ключевые рекомендации, которых стоит придерживаться всегда. И плюс есть те, которые помогают лучше делать задачи, которые поближе к maintenance уже будут, то есть к поддержке высокой производительности. Вот. Ну, сегодня мы будем рассматривать конфигурацию SQL сервера. Это как такое базовое, что должен знать каждый, кто вообще с ним работает. Важные нюансы по администрации. Рассмотрим дизайн баз данных. И основной фокус у нас будет на TSQL, то есть на коде, на запросах. Будет маленький пример также здесь живой, вот, с практики. И будут много ссылочек на полезную и достаточно важную информацию. Начнем с конфигурации. Память. Память это всегда является боттлнеком, то есть таким слабым звеном, и с ней зачастую бывают большие проблемы. CPU, PROTS. У нас есть много задач, которые CPU-bound, и тут тоже могут быть во многих случаях трудности. И диски. Это физический уже, можно сказать, боттлнек. И input, output, скорость тоже на много что влияет на общий перформанс в целом. Память. Какие тут рекомендации? Конечно, использовать динамические значения, но выставлять минимум и максимум. Вы можете найти по ссылке ниже общие рекомендации. Также сейчас существует куча разных калькуляторов, в которые входят параметры по количеству ядер в процессоре, примерное количество таблиц, их объем и так далее. Вот. Тут есть тоже общие вещи. Вот эту опцию, ее лучше включать. Вы можете узнать, как это работает в деталях на статье от SQL Authority. Вкратце, что она делает. Оно помещает, при включенной этой опции SQL Server, будет не каждый запрос закидывать сразу в кэш, а будет закидывать только со второго раза этот запрос в кэш. Это очень полезно, когда вы, к примеру, используете Entity Framework, где генерится просто куча запросов, или там куча есть параметров в запросах. Они почти каждый раз разные. И у вас просто забивается кэш ненужными запросами и их экзекьюшен планами. И тогда падает общая производительность. Эту штуку рекомендуется включать на всех серверах. И редкий случай, но бывает, что мы работаем не то, что с legacy solution'ами или legacy кодом, а еще и с legacy environment'ом. Если вдруг вы работаете с 32-битной системой, резко меняете это все на 64 бита, потому что это сильно влияет на скорость работы сервера. Процессор, CPU. Вот это значение. Цена для параллелизма. По умолчанию оно стоит 5. Эту цифру 5 придумали в 90-х годах. Это уже около 20 лет. То есть она вообще не актуальная. Полную историю вы можете также почитать по ссылке, но вся суть в том, что это нужно менять. Менять обязательно на значение, которое больше. Кто-то рекомендует ставить 50. Вот эти значения, которые здесь, для OLTP систем 45, это минимум 45. Система, где есть отчетность, и она часто используется, это 25 как минимум. Вот тут это нужно играться. И в целом вот все рекомендации, которые вы сегодня услышите, это их нужно проверять. То есть тестить и смотреть, как это работает для вас. Потому что в каждой системе есть конфигурации, которые разные, бизнес-кейсы тоже они разные у нас. Вот это все нужно тестить. Максимальная степень параллелизма. Вот она работает фигово, когда включено вот это значение 5 для цены задачек, которые распараллеливаются. Вот эту степень ее можно ставить, как она есть, только если вы меняете вот это значение. То есть тут апдейт нули, и тогда вот это дефолтное можно оставить, как оно есть. И оно будет работать отлично. Диски. Тут есть заточка под темп деби. Это одна из ключевых составляющих, потому что, если вы вспомните, за сколько вещей она отвечает, за временные таблички, сортировку, хэши, за флаги, за версии рядков, индексирование и кучу-кучу всего остального, лучше держать это на отдельном диске. Лучше держать в разбитых файлах. И не держать... То есть, когда вы разбиваете по файлам на группы, лучше держать меньше, чем количество процессоров или ядер. То есть тут имеется в виду логических, не физических. Компрессия. Ее можно включать, если вам нужно прибавку в CPU. То есть, наоборот, тут будет падать IO, то есть input-output, загрузка, и будет немного расти CPU. Сейчас, как правило, у серверов, которые ставятся для SQL сервера, процессорной мощности хватает с головой. По 16 ядер, 32 ядра, их хватит вполне. И тут этим можно пожертвовать, чтобы быстрее работали сами диски. IO на уровне дисков. Ну и минимально рекомендуется это включить, компрессию для индексов. И, конечно же, чем больше дисков, тем лучше. То есть, в целом рекомендуется держать базу данных на одном диске, логи на другом диске, и TMDB на третьем диске. И если это еще физические разные диски, какие должно, в принципе, быть, тогда вы получите максимальную производительность. Дальше, администрация. Статистика. Она является ключевым драйвером для оптимизатора. Оптимизатор всегда опирается, в основном, на статистику. И как мы за ней следим, ухаживаем, от этого зависит, как будет оптимайзер строить запросы, то есть, вернее, планы выполнения запросов, и как это все будет быстро работать. Лучше включать AutoCreate и AutoUpdate для статистики. Когда у вас, ну, будет всегда в актуальном состоянии. Бывают случаи, когда вам будет нужен Full Scan. Тут это нужно смотреть от... уже бизнес-кейсов, отталкиваться. Дефрагментация индексов. Вы не можете делать дефрагментацию, когда меньше 8 страниц у вас собралось данных. И можете делать, когда меньше 300. Вот это количество страниц, оно имеет значение. Если оно низкое, то дефрагментация особого выигрыша не даст. Но когда данных много, уже там много накопилось на диске страниц, и индекс сильно дефрагментирован, вот тогда лучше запускать дефрагментацию. По администрации есть еще такие опасные настройки, как AutoClose и AutoSharing. Их лучше выключать. Они будут понижать скорость работы ваших приложений. Там есть connection-пулы, как правило. Connections лучше держать в пуле, и лучше держать открытыми, чтобы они максимально повторно использовались. Вот это про reuse connections. Не используйте профайл на продакшене. Это очень чревато, вплоть до тем, что вы можете с атернодзитом все. Что есть вместо этого? Вместо этого есть extended events. Как ними пользоваться? Подробно есть видео. Я сразу ставлю по времени, чтобы вам ориентировались, что там одночасовое это видео. То есть оно достаточно длинное, но там подробно все рассказано, как на каждый из случаев, что с ивентов лучше выбирать, как их правильно фильтровать и так далее. И если нету возможности или желания пользоваться extended events, можно делать server-side tracing через скрипты. Это тоже отдельная тема, она будет еще в линках. Касательно дизайна. Тут у нас есть сам storage, есть ограничения, которые мы ставим на таблицы, есть индексы по storage. Разделяйте данные и лог. То есть это должны быть две разные группы файлов. Желательно на разных дисках. Желательно еще в разных файл-группах. Это общие рекомендации, которые в принципе везде прописываются. Причем даже если у вас один диск, все равно лучше развивать на группы. Так будет работать быстрее. Желательно выключать autogrowth. То есть вы или ставите его константно и значительно больше, чем он по дефолту. По дефолту там что-то идет, по-моему, 100 мегабайт. На серьезных базах данных, где у вас приложение enterprise уровня или поближе к нему, лучше ставить, к примеру, 1 гигабайт сразу, чтобы он был на autogrowth. И не оставляйте дефолтные оснащения, которые по умолчанию. Они вот примерно с того же времени 10 или 20 летней давности. То есть они сейчас совсем не актуальны. И когда нужно будет увеличивать объем базы данных или нескольких баз данных, то это будет тормозить систему всю, потому что это будет частое явление, если данные быстро заполняются. Нормализируйте свои данные. Хотя бы там до третьей степени нормализации, до третьего уровня. А это косвенно и сильно влияет на весь перформанс, на всю производительность. Что, как правило, мы встречаем вот в нормализации вот здесь, что сначала неправильно нормализируют базу данных и потом ругаются или жалуются, что вот, мол, нормализация не работает. Да нифига, плохой дизайн не работает. И денормализируют, как правило, фиговый дизайн. Если вы делаете с точки зрения архитектуры и вот этого всего перформанса, который мы сегодня будем рассматривать правильно, то у вас и нормализация будет давать ощутимое и значительное преимущество. То есть вот тут стоит задуматься над дизайном и данных, и таблиц, и как у вас будет идти, дата флоу и так далее. Ограничения. Что нам дают ключи? По внешним ключам оптимизатор лучше строит планы выполнения запросов. Первичные ключи желательно иметь почти во всех таблицах. Они будут по умолчанию кластеризированные и уникальные. Благодаря уникальным значениям оптимизатор может строить и статистику намного лучше, и планы выполнения запросов. Вот это влияет все на селективность. То есть насколько много уникальных значений, настолько выше у нас селективности, настолько лучше будут работать наши индексы, которые строятся по вот этим же ключам. И сами индексы. Общие рекомендации узкие. Чем уже, тем лучше. Но смотрите на практике, как это будет применимо именно в вашем случае. То есть мы в индекс не должны запихивать все поля подряд. Надо использовать те, которые используются по условиям V или по условиям join. Вот эти в первую очередь должны быть проиндексированы. Ну и еще, если вы то же самое используете в подшотности, где здоровенно идут селекты. Целые числа. Индексы лучше, конечно, применять к ID-шникам, которые integer. Они работают намного лучше. Другие тоже работают, в принципе. Но лучше всего это, конечно, традиционно, классически держать целочисленные ID-шники и по ним индексировать. Осторожно выбирайте то, что вы ставите в первую строчку индекса. Туда должен попадать наиболее селективный столбец, поле. То есть, например, у вас есть какая-то таблица со статистикой, где у вас есть поля по ID-шнику самой записи. По, к примеру, родительскому ID-шнику какой-то сущности на уровень выше. И, к примеру, у вас, если это таблица статистическая, есть какой-то таймстэмп вот этой записи. И наиболее уникально, как правило, будет именно ваш рекорд таймстэмп. Потому что он вообще не будет ни разу повторяться. А вот ID-шники, они будут, как правило, для каждого набора сущностей, периодически повторяться. То есть, мы в первую колонку ставим наиболее уникальный столбец. Почему? Строится статистика из трех частей. Это заголовок, это density graph, это гистограмма. Вот как раз гистограмма опирается только на первый столбец из индекса. Остальные не учитываются. И вот, насколько он будет уникальный, но настолько зависит эффективность вот этой гистограммы в целом и статистики по таблице в целом. Чем вот это будет оптимальней, тем выше будет скорость выполнения всех запросов и любых операций с этой таблицей. Сам density graph, он тоже строится на основе уникальных значений в рядках. Покрывающие индексы, они, как правило, быстрее. То есть, вы можете смело использовать include. И когда оно будет учитываться в плане выполнения запросов и работать быстрее или оптимальней. Кластеризированные индексы. Какие тут рекомендации? Снова такие узкие. Чем уже, тем лучше. Но сохраняя практичность. Дизайн таблиц и базы данных должен как раз строиться вокруг кластеризированных индексов. Они являются своеобразной точкой опоры. Что такое кластеризированный индекс? То есть, он включает в себя сортировку. И данные в таблице дальше записываются и сортируются в соответствии с этим индексом. То есть, он может быть только один в таблице. Из-за того, что может быть только одна сортировка в таблице. И это является наиболее часто используемым путем к данным. Когда вы перестраиваете индекс, используете дробь существующего. Когда будет заново создаваться вся статистика, все будет актуальным и будет быстрее работать. Так же, не включайте в индексы те столбцы, которые часто изменяются. Часто обновляются. Из-за того, что все не кластеризированные индексы обновляются вместе с этими столбцами. То есть, это сильно влияет на performance. Переходим к TSQL, самому кодингу. Общее правило. Возвращайте данные, которые вам действительно нужны и когда нужны. То есть, мы не делаем select, звездочка, не выбираем лишние данные и не выбираем их как-то ранее, чем они нам понадобятся. В случаях с сложной бизнес-логикой лучше использовать хранинки или параметризированные запросы. По ним оптимайзер будет лучше строить execution plan. Это к чему ведет, что сам план выполнения запросов будет пригоден для повторного использования и есть такая штука, как параметр sniffing. Что делает вот это? Оно на основе первого параметра или часто использованного будет строить план выполнения запросов. Зачастую вот эта штука, она полезна и она повышает производительность. Есть отдельные случаи, когда у вас выбираются разный объем данных в зависимости от разного параметра. К примеру, вы запускаете один и тот же запрос select и у вас с одним значением параметра будет выбрано, к примеру, 100 тысяч строчек с другим значением будет 20 строчек, а с третьим, к примеру, 5 миллионов строчек. Как вы думаете, планы выполнения запросов для них же разные? И вот тут упираемся в эту опцию. Если она включена и у вас именно тот случай, который вот я только что описал, то тогда эту опцию лучше выключить, потому что она будет только вредить. Из-за того, что для разного количества строк будут строиться разные планы в выполнении запросов, которые будут быстрее для конкретного случая работать. Если параметр sniffing включен, то в таком случае, к примеру, вы делаете select, который вам возвращает те же 20 строчек. Execution план записывается в кэш и дальше оптимайзер использует именно этот план. И вы в следующий раз выполняете запрос уже с другим параметром, с которым, ковыря ваша, возвращает 100 тысяч строчек. А для выборки используется тот же план, где выбирается 20 строчек. И он будет намного медленнее и хуже работать, чем более оптимальный, который бы оптимайзер мог бы выстроить заново, не учитывая то, что есть. Курсоры, которые лучше обходить, то есть их лучше не использовать. А так же, как и вайл и другие лупы. Это ведет к тому, что названо row by agonizing row style. То есть это такое тяжелая, болезненная обработка вот этих всех строчек. Строчка со строчкой. Это описано у Хадж Хефа Модена и этот термин часто используется как аббревиатура R, B, L, R. A bar. И вот этот стиль это самое хуже, что может быть вообще для сиквела. При нем часто невозможно использовать индексацию и идет полное сканирование, полный перебор всех строчек в таблице. Это просто ужас для девелопера, для админа и для юзера. Имена объектов. лучше их делать согласно конвеншену и внимательно за ними следить. И когда у вас они правильно подобраны, это уменьшает время для лукапов. Про это будет подробно в дополнительной ссылке. Часть 2. Обходите non-searchable условия. Что такое search? Это search argument. Что сюда входит? Любые функции, которые вы используете на колонках. Особенно в V. Или же когда вы используете вот такую конструкцию, где вы ставите любой символ впереди. Это как раз и ведет к row-by-row процессингу, где ничего не будет использовано для ускорения ни индекса, ни статистика, ни что-либо еще. По этому условию, если вам нужно искать подобно чему-то, то процент как правило ставится в конце строки. Он только тогда имеет значение вот такая like конструкция. Не используйте вложенные view. Или join. То же самое касается join, когда вы соединяете много view. Это сбивает с толку оптимизатор. И плюс это значительно повышает вот тот input output из-за того, что оптимайзеру приходится проходиться на много уровней вглубь по индексации, где затраты на вот это все они растут не то, что по экспоненте. Там будет 2 в степени n. То есть там сильно влияет на скорость работы жесткого диска. Лучше не использовать хинты для оптимизатора. Как правило они больше создают проблем, чем помогают. Особенно ноулоки. По-моему с 2016 версии сиквела вообще все ноулоки в коде они тупо игнорируются. Что очень хорошо, к чему догадался и пришел Microsoft. Подробно про эффект вот этого ноулока есть в коротком видео. Там вы узнаете, как один и тот же селект при использовании ноулока может возвращать внимание разное количество записей. Это случается, когда происходит разрыв страницы и заполняется новый пейдж данными и тогда один и тот же селект он может выбрать меньше записей или наоборот больше, если выборка идет с нескольких страниц или там где как раз происходит этот разрыв страниц очень интересный нюанс есть дальше рекомпайлинг его лучше избегать для хранимок и для запросов с параметрами и также если у вас есть проблемы с рекомпайлингом то лучше использовать table variable вместо временных таблиц они зачастую работают быстрее вот разница в чем по table variable вы не построите индексов по ним не собирается статистика но если у вас возникает проблема с самими планами запросов из рекомпайлингов то это как вариант может помочь анзи стандарты на connection сеттингах чуть ли не абсолютно штука и их не стоит менять внутри параметра то есть внутри запроса самого лучше не баловаться с динамик лэнгвич и со всеми что строится динамически вот эти штуки они тоже на что это влияет нельзя построить по ним статистику не используя как правило индексации и очень сложно оптимайзер строить планы выполнения запросов когда включены вот эти вот штуки то есть если бизнес логика позволяет то ее лучше размещать в хранинках и использовать возможности T SQL а не динамик лэнгвич и конечно под транзакциям есть такие best practices куда входит scope чем он уже тем лучше то есть по умолчанию они все-таки более глобальные и если вы для транзакции ставите scope более локальный то она и будет работать быстрее будет оглочить меньше соседних данных и соответственно будут все остальные транзакции будут работать быстрее рекомендуется использовать exact abort то есть когда транзакция закачивается вы ее обрываете она где больше не висит и никому не мешает и лучше рассматривать read committed snapshot если у вас действительно есть в приложении чувствительность к данным и нужны именно оптимальные то оптимально актуальные чтобы не было ни фантомных данных трясных чтений тогда иногда стоит включать даже snapshot это одна из таких самых серьезных блокировок идет дальше multistatement table функции они как правило являются злом потому что по ним нельзя собрать статистику по ним строятся достаточно нехорошие планы выполнения вот то есть они далеки от оптимального в принципе вот и один скрытый нюанс когда вы смотрите тот же план выполнения вы увидите что стоимость 0 0% то есть у вас есть какой-то к примеру join на результат table valued функции и на графике планов выполнения запросов вы увидите этот join как 0 то есть будет неизвестно сколько реально нужно потратить CPU и всего остального чтобы выполнить тот select который внутри вот этой функции это все получается скрыто для оптимайзера и тут из-за вот этого в том числе растекает плохое конструирование самих планов и что бы вы ни делали никогда не пытайтесь их join или вкладывать одну в одну вот это будет крышка такая для перфоманса его можно просто угробить вот этими функциями при их частом и интенсивном использовании избегайте использования SP для имен хранимок если вы помните с SP начинаются имена всех системных хранимок и когда SQL Engine ищет хранимку по имени и там включено SP то он будет смотреть все системные из мастера чего мы конечно же не хотим вот этот лукап всех системных хранимок используйте set no count он по умолчанию включен в генерации когда вы генерите скрипт в SQL Management Studio и он там состоит неспроста а это чуть-чуть уменьшит нагрузку на сеть то есть будет меньше данных куда обратно в пересылки которые касаются результатов выполнения запроса и есть такая тоже общая рекомендация иногда когда вам нужно ставить distinct рассмотрите возможность замены вот этого distinct на выборку большего количества полей если к примеру вы выбираете у вас ну такой пример грубый у вас есть таблица с пользователями где есть там имя и фамилия и айдишник и вы выбираете select distinct first name запятая last name вот когда в таблице есть больше данных то зачастую оптимальнее сделать select к примеру first name last name city zip code и еще что-то то есть там к примеру если это база данных про каких-то персон то выбираем то количество столбцов которое нам дает уникальность этой записи то есть если мы выберем к примеру на вот этих 3-4 больше то наша персона она уже стает уникальной из-за того что вряд ли там будут жить однофамильцы в одном здании или в одной квартире вот это тоже важный неганс про который много где забывают а используют select distinct как стандартное средство выбора уникальных записей зачастую его можно заменить и будет он работать намного быстрее slow running value что это такое это зачастую такая массовая глобальная проблема их можно разделить так что бывают те ну видишь что запрос работает медленно но окей есть те которые более заметны и более критичны они уже дороги для использования и вы уже замечаете что там что-то не то с перформансом а есть вообще такие страшные они названы вот так запрос который ваш босс заметит и тогда если босс замечает какие-то вот такие медленные жуткие запросы их срочно нужно будет переделывать какие индикаторы он тут только один что запрос работает медленно и что делать то фиксовать его что еще делать как это делать а сначала вернемся еще да почему почему стоит сфокусироваться именно на запросах это наиболее уязвимый аспект в базе данных вообще в целом вот это основа для изменения вообще всех данных потому что как правило все данные как раз через запросы и меняются и он зависим от изменений в структуре и также влияет на все это также это жертва ресурс контеншн то есть использование ресурсов и если разработчик делает как тут написано бедные поя coding choices то есть очень фиговый дизайн и выбор вот этих решений очень бедные то есть не эффективные это будет тоже все тормозить о статистике которая собрала компания центри ван ссылки есть видео на одной из конференций где примерно такая диаграмма на что вот это все влияет составляющая вот этого в целом перфоманса деби аппликейшена всего лишь 5% хард то есть то железо которое стоит на сервере как правило это вообще не существенно на 15% это настройки базы данных то что мы и самого сервера то что мы вначале оговаривали и 80% это код это тсиквел это запросы и все остальное то есть даже если у вас будет супер идеально настроенный сервак на нем будет самое лучшее самое быстрое железо но будет разработчик или разработчики которые не применяют best practices которые не учитывают вот эти все многие нюансы то на 80% это будет влиять на перформанс всех приложений которые с этой базой данных работают из-за чего вот и стоит главный фокус делать как раз на тюнинге запросов и тсиквелы которые используются какие здесь общие рекомендации есть первое это по размеру с маленькими запросами вы смотрите просто на сам запрос как он выстроен что там используется тут даже можно не лезть в execution планы и так далее от средних до больших сразу идите к execution планы там вы увидите больше чем вам скажут select join и все остальное и смотрите уже там какие bottleneck что больше всего жрет и как это можно оптимизировать к примеру где идут индекс сканы и как это можно займить на индекс сики чтобы индекс не выбирался сразу а не был full scan таблицы и огромнейшие или вообще там такие монстры тут иногда даже придется смотреть какие планы строит сам оптимайзер по этой теме будет отдельная ссылка потому что там если в нее углубляться это еще на пару часов будет материала первое что вы фиксаете это синтекс это сам синтаксис запроса или tskl кода он более важен чем сама статистика если вы синтакс пофиксали и с ним все в порядке смотрите на статистику и она более важна чем индексы если со статистикой тоже все окей и все нормально работает она актуальна она совпадает с действительной картинкой данных в таблице переходите к индексам и они более важны чем реструктуирование то есть иногда парочка индексов может спасти даже плохо сдизайненную таблицу и если уже ну ничего не остается в соболе то реструктурируем то есть вы перестраиваете саму таблицу или несколько смотрите как ее лучше оптимально выстроить также читайте план выполнения запросов это та основа через которую мы можем дойти до руткоза что же там такое самое больше тормозит запрос наш запрос и тут также важно понимать какие с точки зрения бизнес модели что нам нужно вообще а может мы берем за много данных а может мы что-то делаем лишнее что действительно не нужно делать и вот тут с точки зрения уже такой бизнес модель или доминой это нужно тоже рассматривать пример живой пример который у нас был если коротко есть вьюха по которой строится здоровенный тяжеленный отчет у нас проект работает в домине нетворкинга одна из аппликух мониторит порты и собирает по ним статистику и был такой случай у нас кастомер ищет где юзер запускает отчет он просто вываливается по тайм аут вот это изначальный вид вьюхи с которой тянутся в принципе все данные для отчет первый раз на него взглянул тут что должно осторожить вот эта штука функция в джойне по столбцу вот это и есть как раз нон сарджи был кондишен который лучше избегать когда мы запускали вот эту ковырю ну то есть обычно вот этот селект с этой вьюхи у кастомера отчетик занимал 6 минут и 12 секунд это достаточно долго и как правило пользователь не будет ждать эти 6 минут чтобы что-то увидеть на экране что я сделал в первую очередь да все очень просто и банально стоит взять и закомментировать и посмотреть а сколько он будет выполняться без вот этого вот тут в чем дело есть такая таблица у нас с префиксами MAC адресов на которой идет join по первым шести символам это нужно для определения вендора устройства это Cisco это Samsung это Nexus Asa или что это вообще вот и оно как раз определяется именно по системному дизайну через вот эти 6 первых символов вот и таблица сама она достаточно такая большая почти там 19 тысяч строчек с чем-то и когда вот это все join то вот это все получается перемножается и вот это декартово произведение причем без индексации на выходе дает я считал примерно 250 миллиардов считываний это число просто жуткое для сервера из этого оно все и 6 минут делало эту выборку без вот этого join откуда нам нужно было только имя вендора вот этот select угадайте со сколько он отрабатывал с вот этим 6 минут 12 секунд без вот этого 2,5 3 секунды огромнейшая разница то есть задача составила как и чем заменить вот это мы решили вот это поле вендора сразу вставить в кабличку эндпоинтов где оно и должно в принципе быть и оно записывалось туда E vendor E endpoints сразу после вставки строки или обновления строчки в endpoints туда сразу записывался вендор этого join нету и вот это вьюха снова таки отрабатывает за 3 секунды вместо 6 минут вот такие маленькие вещи они могут значительно ускорять вот эти поэ кодин чойсес значительно тормозить все запросы какие есть материалы для самостоятельного исследования это как работают сами планы выполнения вопросов есть отличная статья от гуру который сейчас в редгейте гранд ричи он там подробно интересно все это расписывает есть также отдельная книжка она бесплатная фри по всем уже абсолютно нюансам по execution plan там в том числе рассмотрено как делать запросы и вытягивать данные которые используют статистика и оптимайзер вот это та штука которая понадобится для работы с теми монстр гварями где уже вы должны не то что смотреть план выполнения запроса вы должны понимать и знать а как он формируется вообще и что у нас на выходе а вот что на выходе это можно вытягивать со системных вьюг dynamic management вьюг вот и в этой книжке есть в том числе про вот эти но это считается как advanced техники дальше weight статистика это тот индикатор по которому вы можете быстро определить bottleneck статистики есть отличный гайд как с помощью данных по weight статистике это то есть сколько каждая кваря ждет до своего выполнения что ее лочит вот это основной bottleneck тоже и он легко определяется по weight статам есть отличный гайд его стоит тоже изучить и другой гайд он более короткий уже это как статья от пол рандал на sql skills и возьмите еще на заметку что вот эти порталы которые есть в ссылках они достаточно информативны и полезны будут для решения любых задач по сиквелу в целом индексы по индексам есть серия целая серия статей на ms sql tips нам вы найдете в принципе все что нужно знать про индексы есть также отдельно про column store те которые выводились в сиквеле 2016 если вы работаете как раз с 16 или старше вот стоит изучить как там все улучшилось и что это дает и снова таки узнаете что есть еще такие отличные классные порталы проблемы с перфомансом есть где три такие самые частые которые как правило возникают у всех это видео на один час стоит изучить тоже как факультативно и есть короткая статья это extended ивенты вот как с помощью них можно мониторить и дебажить это чтобы как было в начале не запускать профайл на продакшене и в принципе чтобы не запускать профайл вообще есть более удобная вещь она более кастомизирована быстро работает и тоже считается такой более продвинутой техникой и последняя часть тут есть общая статья и общие рекомендации которые даются именно по query tuning стоит изучить это тоже потому что тут всю эту тему не охватить быстро вот и есть тоже такой другой взгляд на портале бренд Азара там есть целая даже коллекция статей где по пунктам в принципе похожие вещи которые мы рассматривали сегодня по конфигурации сервера по администрированию по индексам по дизайну таблиц и базы данных и конечно же по TSQL вот вот это то что стоит изучить и в целом если у вас все вообще плохо все равно стоит расслабиться почему потому что все на самом деле не так плохо вот то есть все можно пофиксать или в крайнем случае перестроить большую часть вещей чтобы вас там не было на вашем SQL или базе данных у вас всегда доступна помощь на тех же порталах на форумах вы можете спрашивать свои вопросы или искать материалы как правило там уже есть готовые ответы на все возникающие в работе с SQL вопросы и обязательно тестируйте все рекомендации которые вы услышали сегодня любите читать в статьях они могут быть для вас и применимы и неприменимы то есть тестируйте смотрите как у вас это работает и переменяйте уже то что лучше для вашего энвайромента бизнес кейса и доменной модели и на этом мы заканчиваем теперь вопросы что хотели бы еще узнать или услышать было сказано что неважно выкористовывать ключевое слово distinct а в чему самый скажем так негативный такой импакт этого ключевого слова при distinct на самом деле что идет под ним как бы идет группировка по каждому полю то есть это все равно что-то написать групп бай и вставить все поля это ужасно для перфоманси для планов выполнения запросов то есть там нету ничего оптимального окей а если я выбираю например одно поле мне нужно выбрать адежки но по каким-то условиям может появиться 2-3 адежки мне лучше выбрать использовать дистинт или групп бай по этому полю если только одно поле и дистинктом то тут нужно как раз тестировать это depends на это зависит от того какой объем данных в целом и насколько там сложная структура уже по индексам в таблице если она небольшая и там индексов немного и то поле которое выбирается как дистинкт оно уже включено в индекс то это более-менее окей снова таки тестировать окей зразумило дякую дякую вопрос если я захожу на проект то с чего лучше включать для того чтобы оптимизировать работу с базой данных я о последовательности действий с чего начать и чем закончить вот те цифры которые были по статистике то есть лучше потратить 5 минут времени на быстрый как это назвать быструю ревизию или проверку на такой чек быстрой конфигурации то есть это в принципе займет пару минут глянуть как расположены файлы в базе данных как сконфигурирован сам сервер 15% времени потратить на изучение вот этих сеттингов это это быстро это ну то есть много времени не займет и оставшуюся часть основной 80% времени уделить уже самим запросам если и смотреть что более беспокоит бизнес аналитиков разработчиков или самих же пользователей на что они жалуются что работает медленно потому что это будет заметно а медленные запросы они заметны по своей природе и когда мы добираемся уже к запросам то снова таки по критичности и приоритетности смотрим что там внутри и сначала лучше начинать с легкого и заканчивать уже более тонким и сложным дизайном и нюансами всякими то есть вначале делаем проверку на вот эти простые рекомендации по best характерисам если смотреть разные конференции доклады сиквел гуру то в принципе все сводится к одним и тем же вот этим пунктам лучших практик которые в принципе сегодня почти все были озвучены сиквел спасибо то есть смотреть по боттлнекам я понял а чия рекомендация как раз еще до того в яком порядку писать джойны спочатку inner потом outer чи навпаки оно оно не настолько сильно влияет и друге питание чи варто заменювати джойны на exist в умове если есть такая возможность сабквериою маленькою в целом оно будет работать абсолютно одинаково окей дякую за редким исключением обычно не стоит обычно джойну будет более читабельный и тут уже будет ценность для разработчиков какая читабельность этого кода вообще дека есть ли с вопросами уже все мастбей что это то это дискутувати. Вернемся на самый початок, це про ці такі гарячі best practices. Я на ці всі best practices скажу на відповідь я, it depends, потому що, по моему досвіду, немає абсолютно однієї панацеї, що для MaxDub Cost, Threshold for Parallelism і ці інші опції, потому що все залежить від самої системи, як вона скомпонована. Тобто, там ена кількість, я виводив собі навіть алгоритм, як воно можна ставити наприклад, MaxDub. Ну, саме просте, там дивитися, наприклад, Count of CPU і дивитися характер кверів, кількість кверів, які там стоять в черзі. Так, 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 так. Я полностью согласен, із-за этого тут большими, жирними, я только жирними этого не выделил, тестування, вот это оно тут аж три рази, то есть все, що тут озвучено і, що би ви не читали, там даже от самых гуру, статьях, вот, це все, it depends на, вот, в вашем кейсе, і тут нужно тестировать, то есть, вы берете какую-то рекомендацію, пусть это даже буде восприниматися, як там волшебна я палочка, но щоб вона ось такій стала, це потрібно протестувати і действительно подтвердити, а лучше ли стало, а лучше ли оно вот с этим работает, или нет, із-за этого, да, первое, что это вы тестируете. Так, супер, класно, в точку, дякую. І ще просто у мене друга ремарочка, типу, коммент вдогонку, це про то, що люди, можливо, подумають, що треба уникати хентів. Хенти це дуже пара штука, але їх треба знати досконало, їх не боятися. Ми не говорим про вершину піраміди там визнолок, ми говорим про купу хентів, коли наш query оптимайзер не настільки є смарт. От почитайте, наприклад, того самого Дима Пелюгена, тобто є ена кількість дефолтних ищу, які висять на саппорті Майкрософта, які не пофіксані в query оптимайзеру, і вони вже known issue. Для хиви-квірів в будь-якому разі потрібно підключати на літу індексах, хешматч, хет-джойни, будь-що. Тобто самі розумієте, паралелізм десь тюнати, і без хентів я просто не уявляю, як це. В деяких окремих випадках, коли особливо стоїть реквайером клієнта, не ломати бізнес-логіку, робити, як то сьогодні говорилось багато словом, тюнінг. От коли робиться тюнінг, без хентів, без його дип-дайвів, тут, конечно, да-да-да. Це вже як адвансер такий йдет левел, і дійсительно, якщо ви вже на уровні адвансер розбираєтесь з механикою, з всем тим, що лежить під капотом, сиквел-сервера, оптимізатора, статистіки, то там, конечно же, якщо ви знаєте, що вот этот хент, він може улучшити вашу ситуацію, конечно, стоїть його попробувати использовать. Там речь шла про не то, що там обходити і не використати вообще, а остерегайтесь з-за того, що для именно неопытного разработчика, вот це необдуманне использування хентів, може більше навредити, чем поможуть. Но це касається неопытних, а в целом, да. Чем глубже ви будете закапуватися, тим більше у вас буде якраз інструментів для для этого тюнинга. Супер, дякую. І ще один сорс для читання респондентів, тобто Діму Короткевича я згадав, це Біблія, Келюгена згадав, экзекюшн план, і третє, от сьогодні згадувалась трошки тема там ритинг комітет, снапшот, ізолейшн, левела, соответственно, локи, дед локи. І всім дивитися всі відео, які є, доклади Дініса Резніка по цим речам. Просто він в цьому дуже чітко, по полкам розкладе вам. Наш колега, він колись у нас був на Data Community, тут у Львові, на соцсерві, так само, є його доклад, здається, навіть у нас записаний. Чітко по полкам розкладе фізику, тобто ви не будете теряться в візолейшних левелах, блоках і в цих цих процесах. Я за нею, кстати, забыл. Це така, тоже класна, отрезненько, рекомендація. Його последній доклад, я слышав, по дебаггингу, он такой, на полчаса разговора сводиться только к одной технике. Это как дебажить неизвестный вам запрос. Вы берете, выделяете половину запроса, комментируете его и раните. И смотрите, он стал быстрее выполняться или нет, потом другую часть. И вот тупым, банальным, бинарным поиском откидывания кода через простое комментирование, вы можете быстро найти bottleneck, особо не смотря в execution планы, в индексы или еще что-то. Это касается запросов, которые вам не знакомы, новые, вы сели и их первый раз видите и не знаете, что там под ними, что в таблицах, что там за связи, индексы и так далее. Вот это один из быстрых способов, которые тоже используют гуру. И там все, как бы это ни звучало банально, но это работает. Вот так. Еще вопросы, рекомендации? вопросы, не знаю, не знаю, но это есть не знаю, это ,